так мишаню посчитали да ну вот мы вроде добрались доточенного вольфрама вот где прутки надо брать и английский свинец на английский свинец ну все на лима держитесь держитесь на ли мы гляньте какая вкуснятина я бы вот не удержался вот вот ну вот ну а а а Вот он шатер Как вам, ребят, палатка? От Polar Bird Мишань, ну что, она достаточно просторная В четверо можно спокойненько порыбачить Однако, да? Да Можно потянуться Да потянуться-то и можно было Ребят, вот у Polar Bird'а новая палатка Вот такая очень интересная Ромб, это вот как у нас серия Family летняя Только это вот сделана зимняя уже палатка А нет, вот, 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 все правильно, можно откинуть Кусок откинуть здесь, вот здесь два конца Два конца откидываешь, да? Середина получается Интересная-интересная Слушай, столик этот мне тоже нравится Ну что ж, ребят, я думаю, мы такую палатку получим себе на тест Polar Bird Family T Ну и после ташек тестов вы уже сможете ее приобрести Как говорится, проверено нами, посоветовано вам Зайду еще разочек, ну вот здесь, да, здесь шикарно встают Раскладухи, которые мы уже сможем с собой брать, да? Мишаня Слушай, столик этот мне тоже нравится Да Невероятное ощущение, что снаружи нас смотрится гораздо меньше А внутри пространство просто удивительная трансформация Это что, якутские ножи, что ли? Да Привет, всем привет! Так, как и обещали, как это сказать, предсерийная модель Вот такой, ребят, нож Стреночек из Элмакса, вес, ну я не знаю, меньше, там 100 грамм, наверное, даже меньше Вся фишка этого ножа, ребят, вся фишка этого ножа, потому что он плавает То есть это достаточно крепкий Достаточно крепкий нож, да, и он плавающий Своего Храняйте воду И спокойно забирайте Пользуйтесь Ну и мне хотелось бы, вот именно, чтобы они были Делайте предзаказку, в общем Да, но мне хотелось, чтобы они еще были испытаны Им надо, ну там, поработать Так что, ну, как обычно, мы их сейчас испытаем И вам расскажем Если будут фиговые, вообще ничего не расскажем Даже это не покажем Ну, пока вот у стальных бивней пиговых не было Стальные бивни Это ножи, которые проверило время С которыми не хочется расставаться Отличный инструмент Верный помощник и друг в ваших руках Наш выбор Якутские ножи от стальных бивней Пусть это станет и твоим выбором Встречаемся с подписчиками, да, на выставке Я, насколько знаю, достаточно много народу у нас с канала Должно посетить сегодня выставку Так что не стесняйтесь, подходите Делаем фото, знакомимся, общаемся Спасибо Ну что, ребят, пойдемте, походим, погуляем Посмотрим, что здесь есть О, привет, прошлогодний крючок Вот, ребят, всем желаю на рыбалку Вот с таким крючком Вот такую вот рыбу сходить Кстати, ну, конечно, без прав крючка На рыбалку с таким крючком не сходишь Сохраним рыбалку для будущих поколений Так это надо просто промышленность заклеить Тогда будет такая рыбалка О, вот-вот, вот-вот Вот-вот, вот-вот А почему надо? 200 рублей не время 200 рублей Дайте нам одну штучку Вот взяли У нас же подводная охота, ребят, будем Купили для ремонта неопрена Клей Мишань Здесь все эти поводки, видишь, которые, ну, струна, помнишь, мы с такой закручивали сами на себя Ну, ты храни, мать Здрасте Работает еще как? О, привет, привет Привет Привет, привет Работает еще Потому что там что-то не сохранять ось Если у вас там в лагерь пришли там шабатья, там, короба, там При подсечке, во-первых, оставаться на одном месте И второе, это сохранять ось Потому что акселерометр же будет в трех осях Икс, Игрик, Игрик, Игрик Рассказывайте, что у вас было? В этом году Не успели? Только модернизация, да Не успели Навинок нет Эх, а мы надеялись, выйдет удача в 8 уже А, ну да Которая сама рыбу чешую снимает, потрошит и уху варит Электронная коромысла, электронный журавлик Не даст проспать в палатке в тот момент, когда начнет лещ браться Уснул, лещ подошел, начал выкладывать, она дается Надо просто ловить там, где не уснешь вообще никак Все, ребята, мы покидаем Стэн компании Megatex Ну, как обычно, лучше всех Смотрите, сейчас губой зацепишь и все Просто рыба получает удовольствие Губой цепляется, ее трясет нормально, как на карусельках Все, счастливо Счастливо, ребята Удачи вам Счастливо 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 Сейчас скажу 30-й Жизб, да? Ага А есть еще какие? Нет, может 2,9 грамма стоит 750 рублей Ну вот, ребят, если вам надо Экзотические калибры для пневматики Polygon-TD.ru Вот так вот Я пользуюсь GSB-ками Главного калибра нашего нету, к сожалению Здравствуйте Здравствуйте Мы понимаем Да Мы приехали поздороваться Что вы знаете Да, да, да Наконец-то мы увиделись Да Ассалют Как у вас ничего? Да и слава богу Потихоньку Молодцы От вас сегодня человек пришел Взял клиночек Он, как я видел Ушер по видео Вон там собирали нож И мы, я говорит Тоже хочу собрать нож Дайте мне клинок Он пришел так клиночком Ага Отлично Гена, это почти что такой же нож Как у тебя Только не такой красивый У тебя самый красивый, где-то Также имеются заготовки Точные клинки Сможете сами Фантазировать Собирать Ну что, ребят Вот мы подошли к стенду Гива Как вы уже видели Качество действительно на высоте И опять нас не отпустили Без подарков Традиционно мы уже Всегда куда-то свои ножи деваем То есть либо И вот мы опять остались без ножей Илья нам опять Говорит, ребят Эти ножи дарить не будем Сразу он говорил Спасибо Мы каждый раз так говорим Правда Вот такие почтовые ножики До кучи У нас Томар заказывал нож Шикарный С такой линзовидной Срезкой Специально Чтобы, во-первых, отходило мясо Не липло К этой стороне Ну и если шинковать Не задевали пальцы Это мы подарим Твоей ненаглядной супруге Ну и решала Ирина Владимировна Слушай, что-то Что-то тебе жирный подгон-то Придется меня теперь откормлять Кстати, есть подлиннее, поменьше Какого доброго? Не знаю Вот этот, наверное Ой-ой-ой Вот такая ручка есть Смотри Может цвет другой Да не Вот этот нормально Ну Я думаю С тебя тогда отзыв С обзором Будем снимать Расскажешь про ножи Геба Красота Здесь намного Больше торминок Плотнее Они режущие кромбы Так как Обычную Откованную Намного плотнее И за счет режущей части Будет долго служить Ну вот, ребят Вот такой еще Оригинальный нож Мы возьмем его себе Вездеход Будем рубить колбасу Ну и от медведей Защищаемся Опять-таки Ветр на кастар Да Классно Ну вот так вот От гиба Без подарков Не уйдешь Мы сейчас уйдем На полчаса Потом опять придем Еще раз Будто нас тут не было Да, вы забудьте Что мы были А мы сейчас Немножечко поснимаем Вам клиночки Покажем Линейку Ножи От компании Геба Которые вы сможете Заказать Со скидкой По промокоду Герасим Ссылочка Есть в описании И мы сейчас И мы сейчас В этом стиле Все будет Делаем Тебе Примен Примен Обязательно Конца И очень удобные Рукояти Лежит в любом положении Хоть в таком берется Хоть в таком берется Он не мешает Что-то это Все просто Шикарно Хоть в таком берете Хоть в таком берете Хороший катар А эти по штукампу Хорошие ножички Вообще Шикарные В руке С искусственным камнем Которые не впитывают Ни влагу Ничего Будет Просто идеально В работе Будет работать На любых участках Под мясо Под зелень Превосходно Классические Эти М390 Эсп390 Тоже из любых старей Так как свое подприятие Мы можем делать Другой станок Хорошие Вообще Прошу Красивые Вообще Идеальные Те Которые Рукояти Необычные Как у всех Это сделано И толщина Приличная И любой Сделана Сделана Гравировочка Под камень Из ламинатов Из ламинатов Из этих Из всех Можете Любой Пакет Можем собрать Из любой Этой Просто Отличный Красивый Рисунчик Подчеркивается Из двойной Этой Хоть из Дамаска Хоть из Булата Из любых этих Вещей Можем сделать Действительно Когда попадаешь На стенд Компании Геба Даже у человека Далекого От ножей Загораются Глаза Это уже Какой-то Другой Уровень Кажется Что попал В ювелирный Магазин Когда видишь Эти эксклюзивные Ножи Такой нож Будет к руке Самого искусного Ценителя И вы Никогда Не ошибетесь Сделав Подобный Подарок Да Это не дешево Но и люди Которые им Дарят Такие ножи Очень Дорогие Дорогие ножи Для дорогих Вам Людей Ребят Все же вы знаете Что я Последеневщик И Ребята Сделали мне Шикарный Подарок Подарили Мне Вот такую Замечательную Заготовку Это Дамаск Сколько Здесь Слоев 1200 Слоев Нормальный Профессиональный Дамаск Который Будет Работать В обстоятельствах И под видео 1200 Слоев Ребят У меня Будет Заказывать Любые Любые Хоть Паков Хоть Заготовочки Все у нас Полностью Подприятия Гарантируем За качество Любых А я проверю Какая Влеска Потом скажу Покажу Стамеску Познание Ребята Стамески Будут У Мишки О Класс Наши Узкие Широк Узкие Есть Ну Все Людно Ага Вот они Мачете Произведение Искусство Ой А топорики Какие Хвалки А эти Что Какое Метал Вы Видали Вы Видали Какой Свинорез А Вот так Вот Ребят Ну Что Заказывайте Геба Ссылочка В описании Есть Что Нет На сайте Просто Спрашивайте Или Говорите Как Описывайте Потому что На сайте Не все Можно Показать Не все Можно Выложить Да Вот Говорите Как Герасим Руки Держал Черный Такой Свинорез Самсон 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 Такой был Мастер Который Поставлял Ножей Казахстан Двору Вот Так Вот Это Его Разработка Поменьше Побольше Это Третий А есть Поменьше Красиво Даже Можете Заготовочки Будет Заготовочки Сами Сделать Сами Сделайте Заготовочки Все Ребята А мы Идем Дальше Покажем Вам Что Нибудь Еще Не Будем Мешать Работать Ну Че Мешань Валенки Себе Присмотришь На Рыбалку О Ребята Купили Валенки Из Чуваши Слушай Ребята Я Думаю Самое Интересное По Нашей Тематике Везде Фор Да Это Вот Такой Проект Вездеход Биг Бо Мне Это Напоминает Дверь 747 Или Айрбаса Давайте Заберусь Внутрь Посмотрим Что Тут Есть Опа Смотрите Во Во Первых Вот Так Вот Она Закрывается Здесь У нас Отверстие Производитель Говорит Что Просто Не хватило Время Для Того Чтобы Сделать Люк Шучу Ребят Люк Убирается Вот Он Ставится Наверх Такое Получается Кабриолет Ну а что А водам Тоже Кушать Надо Летом Пусть Кушают Так У нас Здесь Коробка Автомат Двигатель Насколько Я Уже Изучал Проспекты Хундай Да Двигатель Хундай 120 Лошадей В общем Опа Достаточно Просторно Пока Я не вижу Как его Использовать Как экспедиционную Машину Но Наверное Как Большой Квадроцикл Пишите В комментариях Интересно Ли вам Подробнее Узнать Об этом Вездеходе И Хотите Ли вы Чтобы Мы сделали На нем Тест Драйв Я думаю Мы сможем Договориться И Сделать Такую Вещь Ну вот Моих Метр Семьдесят Восемь Не хватает Для того Чтобы Его закрыть Ребят Сразу Скажу А вы сейчас Многие будете Спрашивать Что я об этом Думаю Пока еще Ничего не думаю Надо попробовать Потрогать Поездить Увидеть Что оно может А потом Соответственно Рассказать вам Обязательно Я думаю Нам дадут На нем Побибик Ну что ж А мы пойдем дальше А вы Пишите Как я уже говорил Хотите ли Увидеть Подробный Обзор Этой машины И Что эта машина Может в деле Мы обязательно Проверим Так А это у нас Повышающий редуктор А это Это у нас Реверс До контрротации Сколько шума было Гидра Гидра Все Контрротация Вот так Вот так Вперед Поехали Ну все Мишань Пойдем Крючки Посмотрим Там столько Интересного Слушай А мне Вы только что Подарили Пока Ты здесь Ходил Наш Подписчик Подарил Мне Нам 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 Зного Подарил Некие Штуки Хорошие Слушай Ну придется Нам Теперь Рыбу Ловить Пойдем Пойдем Будем Изучать Так Ну тут У нас Лодки Вот бы У меня Участок На воде Я бы Наверное Такую Лодку Взял бы Чисто Для рыбалки Дополнительно Головастику Чтобы Быстро Так Взять Выскочить Походить Покидать Потролить И вернуться Домой На базу Но так Как мы Живем Достаточно Далеко От воды Нам Нужен Туристический Катер И Головастик С этим Прекрасно Справляется Да Компания Граф Мы пользуемся Поплавками И в этом сезоне опять будем благополучно использовать Ребята, мы вот подошли к стенду Радикал, который мы уже не раз вам показывали И так как мы начинаем использовать лодку ПВХ в наших походах Мы задаем вопросы про якоря Может быть нам что-то расскажет интересное Про какие-то якоря Какие, для каких типов дна Для вашего типа лодки 3 метра 40 сантиметров Подойдет якорь присоска Если вы будете рыбачить На песчаном или илистом дне При большом течении Он идеально присасывается Легко достается за счет боковой точек крепления фара Она поднимается Потом блюдо в огонь зашел Вы его можете осушить Следующий яхер Если вы будете на сильном течении Вот этот ваш вариант 4 килограмма 200 грамм Чем сильнее течение Если песчаное дно Тем лучше он закрубляется На несколько длин своих лап В глубине может закрубиться В случае сильного зацепа Сюда можете его достать Благодаря за кольцо Которое будет в зиму Это жилитель Яхер вниз Однозначно кольцо Заходит в эту сторону Вы его достаете Из любого зацепа Кроме коряжника, конечно Если в кроку дерева попал То удалите якорем Еще для вашего типа лодки Надает вот этот якорь Он не так давно у нас продается Лазерная резка Скрубленные края Лодки и губники Здесь принцип того же кольца В случае зацепа Вы всегда сможете его достать За ярмару С другой стороны Чем хорош еще этот якорь Месит немного 2,5 килограмма с вон Ну и компактно достаточно Он может войти как в песчаное дно Так и зацепиться своим сутом За камень То есть по сути он универсальный Вы можете его использовать Если собираетесь в Сибири Не знаете Какие там условия Он работает как на течении Так в отсутствии течении Как на пермистах Нет, на конкурещенном Пожалуй, все А вот эти вот якоря где используются? Эти якоря отлично Они тоже универсальные Но они используются больше Так впуску сюда Потому что их габариты Для резервовой лодки Достаточно велики А под какие размеры И какие преимущества Есть у этого якоря? Вот этот якорь Если 2,8 килограмма Держит группа прогресс Прямые преимущества какие-то Он при попадании в воду Орывается сразу Благодаря своему вертикальному лодку И при повороте сунна Если вы разворачиваетесь То есть вы уходите Изборного друнка То вы поворачиваете внутри Если вы где-то зацепились Выходите дугой И выворачиваете Привы из зацепки Здесь есть еще Вот такое технологическое отверстие Для болта Угол отклонения на 10 градусов Степняется Он лучше работает на камнях И на глине Этот якорь Для лодки До 6 метров Это такой же якорь Немножечко другой конструкции Мес его 3,80 килограмма Он для лодки до 8 метров Кроме того Здесь Испособление для ледки Кто пользуется ей Идеальный якорь Ребят, в принципе Вот этот якорь Может удержать нашего головастя Это что-то чистит траву Да Это донная грабля Донный коз Если вы пришли на водоем Красивое место Но он зарос травой Для кушинка За несколько заводств Вы можете Расчистить себе Дорожку Лишь почистить Солнечко Что эффективнее Или они разные Это больше для мягких водорослей Для более жестких водорослей Потому что бывают деревенские пруды Заросшие Как раз Различными водорослями Которые нам проблематично Чистить Ну и невозможно Там что-то искать Это очень полезная штука Для копателей Для рыбаков тоже полезная Когда вы пришли на пруд У вас вроде бы Какое-то перспективное место Для лова А она вся заросшая В общем мы берем Вот Радикал Вот же вошли Вот Кому понравились якоря Многие из вас уже просили У меня испытать плавучий якорь И я так его и не испытал Каюсь Якорь не так же брали здесь В общем кому надо будет Все видели телефон Сайт Звоните Пишите Ну и говорите Что от нас Такая упаковочка Очень компактна Будет в багажнике Вездехода Ну вот Ходили мы ходили Не-не Слева Вот это вот Вешетовая И наткнулись мы На место Герасип Он там Из-за этого Из-за вездехода Махал Сварёвыш Казался Мне очень нравится Прикольно Показал Нет Лихаил Да Спасибо Я видел седака Просто ловите Что-нибудь мы поймаем Обязательно Я видел седака Там ловите Но С головастик Семьей Понятно Чаще всего Везет Там на рыбу Слушай Так это Они сами делают Это их работа Мой отец Он в отрез Да Это коня Модель 18-15-го года Значит она по оснастке Здесь выходит Таким образом Флюрик Вешается Здесь вертлюг Дальше идет флюрик Где-то 80 сантиметров То, что можно вязать Для того, чтобы Не перевязывать Каждый раз целиком Поводок Просто если на рыбу Поймали Посмотрели Она там покусана Отрезали Перевязали Да Ну все быстро получается Здесь вот стопорочек Сделан Вот так Просто Можно и без него А так она все выглядит Вот таким макаром Ну так вот И все Вы в отвес А в отвес Какая игра идет Игра вот как раз таки Приподняли Чуть-чуть Надо дна Дальше Плавный подъем И сброс Что она делает То есть это рассчитано По сегменте То есть она валится на бак На хвост опирается Тут козья шерстка Не затухает После каждого Да Вот этого сброса Мы делаем паузу Паузу может достигать 30 секунд Мы анимации меняем Разные Мормыши Тоже пауза Ну знаете Судак Он обычно на паузу В любом случае Ее дают Бутят там Ратлен Или балансир Или плесна Или чего угодно Да Все равно будет все на паузе Здесь не активная игра Здесь как бы С ровной медитацией То есть спокойно Как вы любите Вот это Да-да Никуда не торопитесь Вот Именно для этого Здесь мы в ответ Словно Пойдите Куда-то рвали Ваши Рыбинка Ваши Будет Судачье место Да Да Еще успеем Попробуем Ну да Там Черков есть Но Я показал Мне Да Вот Если что набираете Мы вам там С удовольствием Подскажем Все что угодно Без проблем Здорово Здорово Вчера только сидел В таком В очередной раз Черков занят Дай видосик Посмотрю Что там за Герасис Из-за Здесь Это же те самые 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 телевизионные Jaa А мы их искали А мы эти поводки искали. Это же струна заворачивается, да? Да, титаны. Ну, я говорю, а которая сама на себя заворачивается. Да, да. А мы их искали, как раз ходили. Ну вот попробуйте. А вот они, оказывается, были. Так, вот эти вот застежки. Вот у нас даже гирь моя оторвалась. Вот, ребята, прекрасные поводки. Я их сейчас на выставке искал. А тут, оказывается, они есть еще из титана. Да. Замечательно. Это у нас ВОТВЕС.РУ. Это сайт? Да, да, есть. Так что заходите, приобретайте. Очень хорошо они себя показали. Мы их как раз разыскивали. А что за... А это застежка такая вот маленькая. Она вот здесь. Вот ее видно. Ага. Она здесь без кембрика, а так вот с кембриком. Мы вот сегодня повесили гирю. Порвалась веревка, да? Порвалась веревка. Она была рассчитана на 50 килограмм. Вот эта плетенка была бы здесь. Здесь вот через кембрик было одето. Повисела буквально там полчаса-час. В итоге там бам! Хорошо стол не сломала. Золотая просто. И вот застежки. Снова оцените. Спасибо. Вы попробуете? Да, да, да. Напишите там что-нибудь, да? Все. Отлично. Ну, спасибо, ребят. Это магазин в отвес.ру. Заходите. Блин, повадки правда тема. Вот я сегодня Мишке говорю, Мишка увидишь, надо будет купить. А тут оказывается нам еще попробовать их просто далее. Замечательно. Так, ребят, я приобрел себе замечательный брусок. Это бельгийский песчаник. Зерно у него 1200. Так что он будет прекрасно обтачивать мои стамиски. Не, понятно, он для своих стамисок, а для наших ножиков. У нас для ножиков есть. А для наших ножиков это будет вообще великолепный брусок. Все, замечательно. Смотрите. Хоп, показывай. Хоп. Теперь смотри, что мы делаем. Смотри. Показываем. 2 плюс 5. Сколько будет? 7. Теперь меня с ними. Смотри, я их сейчас обману. Смотри. 7. А рубль 90 отнять от 7. Сколько будет? 8. Смотри. Будет 5 рублей и 10 копеек. А? А? А научиться ходить на комплекс. Шамам? А? Научиться ходить на комплекс. Можно еще делать вот так, смотрите как. Сколько денег? 7 рублей. Знаете, что мы делаем? Шамам. 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 Так, вырубайте, вырубайте. Ну все, ребят, вот и заканчивается наш поход по выставке. Мы не с пустыми руками, еще полный рюкзак у Мишани. Набрали ножи в Гебо. Это дорогие подарки для дорогих людей. Купили себе вот грабли от Радикала. Чистить деревенские пруды для того, чтобы из них доставать медные пятаки и золотые червонцы. Ну и вообще просто посмотрели на вездеход Биг Боу. Посмотрим, что из этого получится. Будет интересно испытать его в деле, посмотреть тест-драйв сделать. Я думаю... Московская международная книжечная выставка-ярмарка. Вот на нее мы и попали с самого начала. А шли на охоту и волос. Народу много. Знаешь, Герасим Васильевич? Вроде как осень. Погода так прям... Такое хорошее лето. Здесь не холодно, не жарко прям. Все! Едем домой! Весь вездеходный мир ждал этого события. И вот момент настал. С 12 по 14 октября в окрестностях поселка Малукса пройдут всероссийские вездеходные соревнования Вездеход Тропи 2018. Соревнование, которое уже успело стать культовым, массовым и зрелищным. Соревнование, которое не оставит равнодушным ни одного увлеченного человека. Соревнование, где скрестят шпаги в честной, но беспощадной битве вездеходы со всей страны. Здесь же вы сможете познакомиться и увидеть воочию легендарную личность Алексея Маратовича Гарагашьяна, который и является организатором данной гонки. Также познакомиться, пообщаться с людьми, производителями, изобретателями и конструкторами различных вездеходов. Более 30 вездеходов, серийные, прототипы и самодельные машины. Да-да, там есть чем удивить глаз и слух искушенного знатока. Если вы об этом еще не знали и ваш вездеход стоит без дела, то вы просто обязаны его туда выгулять и принять участие. Регламент и программа соревнований находятся в описании к ролику. Там же вы найдете и подробную карту проезда, месту проведения. Мы обязательно там будем. Так что ждем наших зрителей в гости. Наиболее зрелищные события для зрителей будут проходить 12 октября. Подписчиков ожидает розыгрыш призов и подарков от партнеров канала. Наш канал и компания «Угриль» решила в этом соревновании предоставить приз за волю к победе. Так называемый, это самый подбитый, самый пострадавший, но все-таки доехавший до финиша и пересекший ее черту сам. Награждать мы будем Ващукова Романа и Ващукова Алексея. Ура! Дорогие друзья, будем всех ждать 12-го числа. Что-нибудь приготовим покушать на Грилео-Гриль. Встретимся, пообщаемся. Будет здорово. А если у вас есть вездеход, обязательно участвуйте. Ссылка в описании к ролику, как и где это можно сделать. До встречи в октябре на Вездеход Тропе 2018. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова